здраво будьте русичи сегодня хотел бы с вами поговорить знаете такую важную я думаю тему для всех нас для всех словен эта тема единение вместе история очень такая живая наука и каждый каждый будет трактовать его так как ему выгодно и каждый будете переписывать так как ему выгодно как говорили когда-то есть такое известное высказывание историю пишет победители или победители не судят так вот вчера было вчера 26 ноября великий траур для всего славянского народа это голодомор 33 32 года и я считаю еду почитает много что это трагедия не только украинского народа а всего славянства во первых потому что это жестокий геноцид понимаете убивать людей травить их голодом это я думаю тоже очень страшная смерть голодная это пухнешь ты опухаешь от голода тебе нет ничего не есть но это так предыстория суть не в этом суть что мне не понравилось в том что с этого праздника сделали культ и во всем обвинили как говорится москалей то есть да были при власти москали они все виноваты они все сделали но я думаю вы парни дураки и вы понимаете кто был на самом деле привык во власти той кто командовал то давал распоряжение если посмотреть настоящую роду словно этих этих людей вы поймете что товарищи эти не были не русскими не украинцами и белорусскими по национальности и даже не грузинами были соответствует соответствующей нации нас наиболее меня смутило то что такие вот события порождают междуусобный между усобицы между нами самими и не дают нам возможность объединиться потому что те крича что виновата во всем москале и другие печи что виновата во всем бандеры и объединение никогда не будет и вот я сколько смотрю когда я пишу парню короче контакте что задумайся может не русские наши враги на самом деле другие люди он упорно добивают что москале во всем виноваты и таких окон это их очень много их тысячи большая половина понимаете я не приветствую совок и не приветствую советскую власть потому что она была нельзя судить короче любую любое событие с одной стороны то есть однобока до связи были свои плюсы но были свои большие минусы которые потом привели к тому что союз распался и то чтобы было потом чечня азербайджан когда русских вырезали понимаете и то что мы если мы сейчас не объединимся если мы сейчас не станем вместе нас просто уничтожить просто перестанет существовать как народ если уничтожить трусов то никому будет нести правду понимаете наша цель наша цель это объединиться найти что то общие разные можно найти всегда найти сообща что объединиться легко просто если мы генетически один народ если у нас есть традиции если мы похожи на какие-то москалей на москале на миланусах русских тогда даже не было никаких национальностей мы же были единым народом и называться малоросом это не означает быть каким то нищим даже в том же 19 веке те кто называть все малоросом и считали что они не нищие какие то просто от них все пошла стопа с маленькой руси пошла большая понимаете это очень страшно потому что люди эта война еще породила такие короче рождебность друг другу и те люди которые у которых умерли сыновья родственники братья они не простят этим батникам который сейчас там на донбассе воюза русский мир с кадровцами короче это вообще пипец за русский мир с кадровцами воевать я просто тут здесь офееваю я смотрю на наш народ и я с каждым днем просто падаю как говорится такое отчаяние просто не понимаю что делать далее молодежь успевается стоит материалить материалистами они у них нет никаких ценностей жизни я не говорю что нам святой короче тоже но я же вышел с ним начал что-то понимание начал чем-то интересоваться что-то делать и цель нашей большая нация которая должна созидать они разрушать не паразиты нации творцов и это я не говорю как какой-то там расистный шовинист я говорю это так как есть посмотрите большую половину изобретений создал кто кому за весь мир должен благодарить за все и вы будете понимать что я не лгу и как говорится я просто разочарован в том что сейчас происходит в том что люди весомые факты аргументы и ты все равно говоришь что москали во всем виноваты голодомор это была трагедия реально трагедии потому что убивали всех всех славян голодала и украина голодала и дон губань центральная россия понимаете это было целенаправленной целенаправленной акции но не против одного украинского народа против сломянства может украинцы пострадали больше но долгались и в этом надо смотреть не за грузинами русскими а за немножко другими парнями потому что не хочу сейчас отправиться в АТО или еще куда-то просто суть в том что нас разъединили не хотим и просто каждый сидит в своем домике каждый кричит из своего окошка что он прав пойти на компромисс найти истину настоящую это единицы могут это сделать когда я говорю людям что есть нормальные русские ребята которые понимают что творятся в их стране понимать что творятся в нашей стране они мне говорят что нет это все москале не знаю нас есть вышивать ники на украине такие вообще эпические парни россии есть вышивать который там молит святого владимира все яруси включена физическое мышление логическое мышление мышление не просто плывут по течению потому что говорят по телевизору вот я не знаю ребята надо просыпаться надо что-то обдумывать надо самим стремиться что-то создать объединить народ если каждый проснется если каждый поймет что у нас дурят тогда мы сможем оставить свое будьте здравы помните что мы потомки великих предков славных запорожских казаков славных опрыжков славных киевских князей славных русичей так давайте не подведем им не постромим землю землю русскую отстанем проснемся и подымем весь народ слава предкам